я не блогер не видеоблогер потому что называть себя видеоблогером можно когда человек сознательно берет на себя какую-то определенную ответственность немного отличную от той ответственности которую я беру на себя делая свои видео тем не менее в том что я в свое время задумал были какие-то вот такие намеки на блогерность да что ли хотя потом немного так планы изменились так о чем я значит я хотел как-то каким-то образом но вы знаете что я не равнодушен к этой теме предварить всемирную премьеру баллады о певчих птицах и змеях или змеях и певчих птицах я не знаю как будет переводиться у нас 17 ноября она состоится ну вроде бы уже ничего этому не мешает я более чем уверен что 17 числа я ее не увижу потому что все таки и может быть может быть практически никто из моих зрителей не увидит но тем не менее будем считать эту дату стартом этого фильма выходом в жизнь и что-то к этому к этому событию я хотел приурочить я смотрю на то что происходит в медийном вот этом пространстве в соцсетях и так далее там эта шумиха она ведется аж сколько тогда полтора года назад по моему объявили о том что снимается готовится к съемкам и пошла вот машина работать буквально каждую картинку каждый кадр каждая вот запись в твиттере или где там фейсбук если кто-то что-то делает это все обсуждалось разжевывалась мусолилась и использовали как только могли то есть делали какие-то там теории думали там предлагали свой актерский состав потом актерский состав начал объявляться начали обсуждать и так далее то есть сейчас когда уже в принципе у нас есть два трейлера когда у нас есть уйма просто колоссальное количество всяких таких маленьких вот так полминутных там 15 20 секунд их всяких таких видео кадры со съемок кадры и backstage кадры то есть кадрик с процесса съемки фотографии какие-то медуз дискуссии на эти темы и выпускается очень много чего то есть начиная от значков там и наклеек до плакатов до чего угодно книги переиздаются вот мне осталось получить еще одно издание баллады точнее это будет 4 томник баллада вместе с трилогией это британское издание впервые они издают за вот столько времени в твердом переплете в англии я насколько понимаю это первое издание англии в общем об этом мы потом поговорим может быть даже как раз в эту тему попадет так вот и я хотел да и даже организовываются какие-то читальные клубы вот сегодня 15 у нас по-моему вчера или сегодня или вчера и сегодня в америке состоится показ новый показ трилогии то есть официально в кинотеатрах будут показывать люди покупают билеты люди идут и тогда то есть там это кипит и живет и дышит дай боже мы на это я так понимаю смотрим ну по воле судьбы так со стороны да хотелось бы быть вовлеченным хотелось бы там походить посмотреть может быть увидеть актеров может быть как что-то потрогать пощупать вот эти выставки интересные которые организуются но мы как-то трезво будем на это все смотреть я пытался я даже записался в один из таких клубов ну виртуальных клубов очень просто какая-то чат комната в фейсбуке и там вот до сих пор я получаю сообщение и пока что вот сколько я там уже примерно месяц ну так время от времени просматриваю пролистываю я практически ничего интересного не нашел и ну кроме вот одного сообщения которое было сегодня один из довольно таки таких известных и авто я его уважаю по тому какие комментарии делает на своих страничках он что-то написал по поводу отца кариолана снова 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 и я понял что время пришло надо поторапливаться читать надо мне читать восстанавливать в памяти то что я упустил то что я забыл потому что я вот этот момент вообще упустил и он говорит об отце а я пытаюсь вспомнить что же там было об отце кстати мои подписчики и комментаторы тоже указывают на некоторые моменты указывали на некоторые моменты которые я в другой ох то правда же там же было такое то есть что-то что я упустил мне хочется это восстановить и поэтому то есть не поэтому не потому что я вот сегодня это прочитал и или скажем так на днях откомментировали нет эта идея у меня была вот когда когда я задумал вот это дело 30 дней перед премьерой 30 глав потому что книга the ballad of songbirds and snakes баллада певчих птицах и змеях она это единственная книга сюзан коллинз которая содержит по 10 глав в каждой из частей все еще раз напомню что все ее книги все эти книги все голодные игры трилогия и баллада о змеях и певчих птицах они все состоят из то есть каждая из них состоит из трех частей каждая из частей называется названа каким-то существительным то есть в обязательно и что-то там за queen там за assault в ментор они все каждая из грего андерланд кроника и the hunger games имеет по 9 глав то есть каждая из этих книг состоит из 27 глав только баллада состоит из 30 глав то есть по 10 глав в каждой части и вот я думаю может быть стоит каждый день делать такое видео на тему очередной главы отказался от этой идеи потому что во первых то состояние то положение дел на работе новая нагрузка какое-то новое задание то есть она не будет она гарантированно не даст мне хотя бы в один из этих дней сделать полноценное видео то есть я буду там занят я буду думать о том я буду немножко так нервничать переживать о том что я не делаю здесь получится какая-то каша потом будут задержки с видео потом ну кто знает что будет вообще в мире поэтому я от этой идеи отказался тем более что главы у сюзан коллинз в отличие от глав у толкина или у роулинг они не заканчиваются так вот глава у него есть начало и она заканчивается как глава нет они заканчиваются клиффхэнгерами об этом и я создал одно видео и кстати опять-таки комментаторы напомнили что в свое время так писались повести и романы в газетах свое время когда вот газеты выходили и в них публиковали писатели свои работы они обрывали их на самом интересном месте почему клиффхэнгер то есть тот кто повис на над обрывом повис и вот как в этих фильмах потом по пальчикам и мы не знаем он упадет или не упадет отсюда я так полагаю идет слово клиффхэнгер у нее все главы практически все главы заканчиваются вот такими напряженными эпизодами и я не представляю как бы я делал вот видео на эту тему а вот в следующем видео вы посмотрим что произойдет в это будет немножко смешно звучать потому что мы все знаем что произойдет мы и читали эти книги и фильмы видели да может быть баллады мы еще фильм не видели но мы уже знакомы мы чтецы и вообще зрители и слушатели грамотные поэтому не будем в эти игры играть я наблюдаю в какие игры играют вот посетители посетили там фейсбук инстаграм ну там да там они конечно из этого сделали себе развлечения индустрия работает будь здоров как я уже сказал там от значков до одежды до от плакатов до не знаю каких-то там мероприятий устраивается они одеваются в костюмы они устраивают какие-то там собрания не знаю не на мерчендайзинг идет колоссальный я пока что держусь я приобрел только раз два три плаката двусторонние плакаты в которые в кинотеатрах вот я вот их приобрел ну так на больше пока что не замахиваюсь так не об этом речь о том что я захотел сделать вот такие видео на эту тему но проблема в том что я захотел это сделать в тот момент как в процессе чтения книги толкина сильмариллион до этого я прочитал хоббита и а до этого я поискал в интернет в интернете в ютубе какие варианты предлагают знатоки толкина то есть я тогда вот это все собираю это у меня все есть но я не считаю себя знатоком толкина потому что на например я смотрю на карту во во властелине колец я пытался их совместить вот вот где интересно вот это находится так может быть это разные фрагменты какой то то есть вот такие вопросы таких вопросах я не разбирался то есть я даже не знал что вот эта часть она вся потом исчезла и совершенно другая у нас география пошла я этого не знал и я не считаю себя знатоком поэтому я решил углубиться в этот мир и я решил посмотреть как советую читать эти книги потому что книг уйма помимо того что толкин написал и издал издал хоббит властелин колец сильма релион и еще несколько книг его сын кристофер в течение своей долгой жизни издал в разы больше того что издал отец толкин и я несколько вариантов встретил предлагаемых порядков прочтение я почему-то выбрал вот такой вариант хоббит потом властелин колец и по совету одного из блогеров был вас лассон то есть последняя песня бельбу и потом я решил перейти к сельма релиона и вот я перешел сельма релиона тут немножко таком о своем тщеславии поговорю я так как вынужденно читал и балладу и все хроники подземья на английском потому что я не находил в случае с балладой их ее не было пока что русской книги в случае с подземными хрониками да я их не мог найти поэтому пришлось читать на английском потом я уже читал на английском хоббит и властелин колец удачно и тут же я решил продолжить чтение сельма релиона на английском из всех вот этих изданий которые у меня есть вы я решил выбрать вот это издание она такое красивая приятная такая нас целая серия идет а сейчас начинают выпускать 15 томов там 12 томов это и 100 полная история средиземья плюс индекс 13 и еще 7 миллион и неоконченное предание вот в таком формате но там четыре коробки общем ужас там работаю там деньги зарабатывать умеют люди это второе издание имеет два предисловия конечно я сначала думал начать читать оригинал но там одно предисловие а потом это здесь уже есть предисловие ко второму изданию я начал читать его и первый кикс который ну так не то что так очень повлиял на меня но осадок остался как говорится есть такой большой комментарий большая сноска внизу страницы которые представим и страница тут есть сноска мы читаем комментарий а потом доходим до низа страницы и этот комментарий вот так прямо в текст врезан так на пол слова а по предложению то есть предложение разделилась на начало здесь конец на другой странице между ним идет вот эта ссылка осадок не мог не остаться от этого но я так переборол в себе вот этот момент и читаю дальше читаю дальше действительно я понял что я читаю 7 миллион в первый раз то же самое произошло и с хоббитом и с властелином колец и в какой-то момент я всегда очень боялся вот этих имен вот этих мест локаций юг запад восток север вот эти указания эти вам выехали туда эти выехали туда они у меня просто не укладывались голове и к своему стыду ну не так что стыду да ну теперь надо же было выкручивать желание же было познать тему и я к своему так сказать ладно к стыду скажу что я мне попалось в руки давно давно уже такая вот пародия на 7 марильон который называется зверь марильон я так понял что я написал и и написал человек который уважает творчество толкина и разбирается в нем просто он решил вот изложить это вот в своем варианте может быть да это как-то будет звучать как хула какая-то на толкина но я четко себе представлял что происходит в книге когда я читал зверь марильон читаем там ухахатываемся конечно понимаем что это пародия понимаем что так не читают толкина но я понимал события понимал сюжет читая зверь марильон это же катастрофа я впервые обратился к 7 марильон это было где-то в начале девяностых по моему девяносто четвертый год что ли мне попалась в руки по моему первое российское издание которое потом оказалось переводом григу до григорьева грушевский это была катастрофа какая-то катастрофа полная потому что там были и ошибки я потом обратился к не помню как его зовут наверное вот здесь там субтитром имя российского коллекционера толкина который ну собирает все все что есть русский английский и вот он дает аннотацию по каждой из этих книг и вот я понял что это именно вот та книга с которой я начал которая просто катастрофа в плане имен в плане ошибок в плане сокращений наверное всего кирдан это цирдан там этель это эфель вот эти я естественно ничего не поняла 7 марильона и для меня он всегда был каким-то вот таким тяжелым томом который просто не одолеть я пытался читать его по моему трижды один раз вот этот том я даже сделал ксерокопию но потом больше к ней не обращался потом зверем звери мари ли он и вроде все понял потом я читал эстель перевод эстель и тоже ничего не понял а потом я увидел это потом это потом это вперед несколько лет вот этот каждый потом и потом я увидел в магазине черную серию я когда уже начал интересоваться какие есть издания книг узнал о том что есть черная серия оказывается их несколько есть trade paperback обычный paperback там с корешками и узнал что есть такая же примерно такая же серия основных работ токена в русском варианте я взял то чего у меня не было 7 миллиона и обратил потом почему я его взял потому что там был перевод ко второму изданию и я увидел что там перевод лихачевой это уже потом опять-таки через несколько лет когда я купил вот эту книжку я ее покажу сейчас лихать лихачевый перевод я считаю это тот самый период который нужно читать потому что да я к эту черную книжку купил положил вот так она у меня вот стоит на полке а начать начали начал читать вот этот и вот я читаю 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 вроде нормально воде все красиво воде так все понятно а потом дохожу до 14 главы это описание земель белирианда и в змеи зверь марилионе там этой главы не то есть она есть говорится но как она говорила что-то типа ну описывать земли что куда как бы мне как-то не хочется если кому-то интересует пусть возьмут карту и посмотрит я взял карту потому что без карты читать вот я понял что я снова попадаю вот то время когда я сдавался я открыл калк открыл карту карта есть и в начале книги вот тут она такая цветная у нас она есть и внутри вот перед 14 главой или в самой 14 главе есть такая карта с указанием того где именно расселялись сыновья феонора то есть эти эльфийские дама вот такая карта но это мне не помогало потому что я считаю сейчас прочту в первом в русском переводе и покажу покажу картинку как это выглядит в русском переводе написано ну например вот читаю к западу от тангородрима лежала земля туманов хисиломе я вот читаю хисиломе вот тангородрим знаю примерно где хисиломе где он где находится он у меня начинает болеть голова я его не нахожу запад ну вот это запад вот карта вот смотрю налево что там где запад где не я ничего не понимаю это снова читаю снова потом читаю дальше там несколькими строчками ниже в языке стендар что жили в тех краях название это превратилось в хитлум блин да вот он хитлум рядом и вот таких у меня казусов было несколько я решил все таки обратиться к самому первому изданию 7 миллиона вот этому потому что в нем есть вот такая большая карта вот такая карта у нас есть вот она не знаю видно или нет не попадает я фотографию помещу и я открыл эту карту положил ее перед собой то она вклеена в книгу поэтому открыл книгу развернул карту положил перед собой и просто очень устал в тот день и я решил обратиться к переводу Лихачевой который я собственно говоря и закончил читать вчера вы не представляете какое я получил удовлетворение от этой главы 14 главы когда мы читаем описание какого-то места мы его находим на карте я его нахожу на карте Толкин связывает с этим местом какие-то истории какие-то имена потом переходит к следующему месту вот рядом и вот по этой карте я понял что к концу этой главы я полностью прошелся по этой карте к следующим главам у меня уже была картина кто откуда куда читать стало интересно и так как у меня оставалось мало времени до по празднования приближения релиза баллады я решил перейти к русскому варианту чтобы себя не утруждать да вот это вот числа я так немножко прикрутил и я читал перевод и я читал перевод Лихачевой главы становились все больше а истории все красивее я понял что я читаю Сильмари Леон в первый раз я получил вот несказанное удовлетворение от прочитанного особенно то как рассказ о повествовании этой истории предваряет будущие книги и вот читаю понимаю и думаю вот о том что вот человек который всю свою жизнь работал над этим легендариумом и так его сам и не увидел так его сам и не издал никогда не он умер в 73 году а Сильмари Леон вышел в 77 и я думал долго думал на тему какой же это был интересный человек Джон Рональд Толкин и какой молодец Кристофер Толкин который продолжил его дело до конца своей жизни он продолжал он выпускал новые и новые книги и человек который создает мир он создал целый мир и нам приятно в этом мире жить я так понимаю что сейчас темнеет за окном еще облака поэтому и явно будет темнеть картинка поэтому я сейчас сделаю паузу зажгу здесь светильники и продолжу так вот я говорил говорил и зашел в свои речи о великом даре творения быть творцом придумывать мир описывать творение другого творца эру и так подойти так любить свое дело так любить то что ты сделал то что ты принес в этот мир я считаю что Толкин был просто ну очень счастливым человеком вы знаете что мое отношение к теме счастья оно такое тоже предвзятое какой вывод можно сделать из этой вот долгой там беседы может быть так не особо интересный что если мы хотим читать если мы хотим что то вот узнать то в данном случае если разговор идет о книгах книги которые в оригинале написаны на иностранном языке то обязательно все таки нужно постараться найти тот вариант который наиболее близок по возможности близок к оригиналу я сколько десятков получается лет пытался понять сильмариллион и вот только вчера я его закончил и я под впечатлением я под впечатлением и мне надо как-то перейти к теме полады я думал как посмотрел так в окно волей-неволей услышал какие-то новости подумал что наверное одним из вариантов перехода вот такого может быть не очень плавного с Толкина на Коллинз будет обсуждение вот темы создания творения и разрушения потому что сегодня мы слышим в основном новости о уничтожении чего бы то ни было людей природы земли государств народов это очень перекликается с темами описанными и рассмотренными в работах и Толкина и Коллинз тема войны это нет не просто тема вот того как вот там на поле боя стреляют нет это взаимоотношения людей и в принципе это военная тема она намного больше она намного шире глубже чем то что происходит на полях сражений война идет в нас самих начинается с нас я просто очень много сейчас вот в этом я читаю постоянно на эти темы так уж получается я читал Толкина я безумно хотел вернуться к балладе хотел вернуться к голодным мигом но уже не успею а потом я хочу вернуться к хронике подземья ну и там тоже военная тема там чем дальше я смотрю чем дальше я углубляюсь в это тем чаще я встречаю проявление этого вокруг себя и в противовес этому выходит тема создания тема творения поэтому я считаю что счастливым можно стать когда мы что-то создаем вот да все вокруг вот так горит там пламенем там рушится не знаю там людям надо быть волшебниками как Гарри Поттер как Роулинг как не знаю как Гэндальф и смочь что-то создать наперекор всему создать сейчас люди создали фильм баллада о песнях и о змеях и певчих птицах я не знаю какой лейтмотив какая какая вот тема как будет преподнесена самая вот эта главная тема в фильме я очень надеюсь я доверяю этому режиссеру доверяю этой команде продюсеру доверяю и тем более что Коллинз тоже не отсутствовала в процессе создания фильм я жду очень многого я отличаюсь мое мнение отличается от мнений тех молодых да так ну подростков для кого это в общем то написано да она сознательно пишет для подростков чтобы подростки думали на эту тему чтобы подростки уже вот войдя в жизнь они уже понимали на пальцах поощущали что такое война к чему она приводит откуда она выходит где ее выращивают что можно сделать против этого и вот я хочу чтобы эти подростки увидели бы это и в фильме потому что книга ну вы знаете сегодня вот скажем я хожу вот в майке какой-то или там помещаю какой-то пост если как-то чудом у кого-то из людей вокруг попадает это все в поле зрения и они читают они у меня спрашивают это что я говорю прочитай люди читать не умеют или они разучиваются читать или это трудно или что-то прочитать и представить у себя это уже не реально в наше время в массе не знаю но мне хочется чтобы кстати я потом посмотрел как реагируют именитые фэны на трейлер помните я сказал что я буду смотреть трейлер и буду смотреть вот так посмотрю потом сделаю какие-то выводы и есть видео я не знаю если я найду то как смотрят именитые фэны вот это трейлер так появляется какой-то костюм такие ну чисто вот такие детские эмоции а потом вот в этих чатах идут обсуждения ой гуи это доктор я ее не переношу она ужасная какое же это зло я надеюсь что фильм да фильм должен пойти на компромисс его должны покупать на него должны люди хотеть ходить он должен быть с какой-то точки зрения зрелищным поэтому там будут вот эти дроны летающие мне кстати опять таки подсказали зрители я да мои зрители комментаторы я еще раз вот сейчас рекламная пауза такая мои комментаторы я вас очень сильно благодарю за поддержку за ваше отношение ко мне и за участие так вот мне даже указали что это дроны я так же подзабыл что это дрон было что-то такое в книге надо вернуться к чтению и зрелищность должна быть в фильме да там есть что-то что может быть зрелищным но там есть и диалоги там есть и скрытый вот этот внутренний текст актеров который обязательно должен быть там есть идея которую даже читающие могут не увидеть я очень переживаю я очень переживаю о том как как и когда и при каких обстоятельствах я увижу этот фильм мне очень хочется чтобы он в нашей в нашей вот это наше вот это время вот конец двадцать третьего года чтобы он что-то дал он что-то создал я подчеркиваю это слово создал чтобы режиссер и продюсер и все создатели фильма помимо того что они создали фильм чтобы они создали что-то в сердцах людей в сердцах людей я сам вот того не ощущал но именно это меня и двигало это это мною я был этим движим когда писал свою книгу счастливая жизнь филиппа сэндвена фильм этот я возлагаю большие надежды я хочу чтобы этот фильм был не просто зрелищем не просто картинкой которую вот будем там сидеть там с кофе с попкорном и там с чем смотреть я хочу чтобы о нем думали я хочу чтобы о нем говорили и я буду о нем говорить как я буду говорить о нем я не знаю во что превратятся и с какой частотой будут выходить мои видео я не знаю но это будет больше чем одно видео и меньше чем 30 конечно же и я думаю что я ну буду читать на этот раз русский вариант тем более что я уже знаю какие там есть недочеты но оригинал буду держать под рукой постоянно а сейчас я хочу вот так плавно перейти на тему баллады и надо как-то ее предварить да чтобы потом в следующий раз уже спокойно так не боясь начать говорить о книге Сузан Коллинз баллада о змеях и певчих птицах может все таки она фильм будет называться баллада о певчих птицах и змеях не знаю но чисто ритмически в змеях и певчих птицах получается я просто прочитаю вот после посвящения посвящается Нортону и Джин Джастер я просто прочитаю пять эпиграфов что ли да я их недавно прочитал и понимаю что они очень важны как никак важны сегодня сегодня вот эти наши сегодняшние дни когда люди гибнут когда мы к этому привыкаем привыкаем к тому что они гибнут городами совершенно очевидно что без единой власти способные держать людей в страхе они пребывают в состоянии которое зовется войной а именно в состоянии войны всех против всех Томас Гоббс Левиафан 1651 год естественное состояние есть закон природы который гласит все люди свободны и равны и никто не вправе распоряжаться ни жизнью ни свободой ни имуществом другого человека Джон Лок два трактата о правлении 1689 год человек рождается свободным а между тем всю жизнь он в оковах Жан-Жак Руссо об общественном договоре договоре 1762 год сладость знания сродни экстазу и наш настырный разум стремясь прелестные творения познать готов и убивать их и кромсать Уильям Уордсворт на попятную лирические баллады 1798 год я думал о добродетелях которые он выказывал в начале своего существования и о том как все добрые чувства в нем угасли благодаря отвращению и презрению со стороны его покровителей Мэри Шелли Франкенштейн 1818 год это самая юная цитата которая уже более 200 лет эта тема она извечная война будет мы должны понять что войны будут всегда пока есть человека человеческая натура не так что сегодня может быть это достигло какого-то такого пика который мы достигает может она идет выше да будет наверное круче но это заложено в нас это заложено в нас это из нас идет вот какая сейчас пропаганда по поводу в хорошем смысле по поводу этой книги фильма фильмы и книги это уже все вместе идет пропаганда да она работает то есть мы хотим и не хотим мы знаем об этом что вот это все выходит что вот это все показывается что вот это будет так же пропаганда работает уже в плохом смысле в разрушительном не надо это слово плохое хорошее очень такие очень относительные а разрушительный смысл это конкретный в очень очень разрушительном смысле и очень эффективно работает сегодня пропаганда вот живут два народа от себя ну практически ничем не отличаются но в каждом из них дети вырастают с пониманием того что там не люди там не люди они изверги от них надо освободить землю от них надо освободить землю надо что-то делать надо что-то делать и в каждом из этих народов растет вот это а потом с годами люди просто привыкают к этому потому что так принято пропаганда пропаганда работает и единственное что может да это вот вопрос что было в начале курица или яйцо кто из кто начал капля меда эти истории они стары как жизнь капля меда с чего началась такая война уже никто не помнит сейчас это уже не имеет роли сейчас надо суметь как это это сказать суметь людям понять что они одинаковы похоже что они люди что люди есть везде что быть уважать друг друга что ли любить жизнь творить что-то создавать заняться чем-то не убивать свое время зря война это что когда это молодые люди друг друга не знающие не ненавидящие абсолютно убивают друг друга почему потому что какие-то старые люди там в верхах знающие друг друга и не желающие друг друга убивать их посылают на этот бой я не политик я не социолог я не политолог я не имею права даже вот так рассуждать на эту тему потому что это будет субъективное мнение но оно есть оно есть я просто пытаюсь сделать что-то не знаю но у этих людей это получается круче да и Роулинг тоже конечно же да и вот и Вонегуд и Грегор это все книги люди читайте читать да надо читать нужно это в первую очередь нам а через нас и всему человечеству я по-моему сегодня переговорил совсем не то есть не совсем так как хотел не совсем так как планировал ну 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 уж как есть спасибо вам еще раз за поддержку за понимание за участие за комментарии за то что вы подписываетесь это не моя цель то есть это не было моей главной целью собрать подписчиков так все так все меня слушали но это получается а это говорит о том что это может быть да что-то значит спасибо всем пока давайте давайте